О таком принято молчать. Из-за таких историй бегут мурашки и волосы встают дыбом. Но если не говорить об этой проблеме, в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних жертвы останутся без помощи и поддержки, а насильники без наказания. Их необходимо наказывать, ведь цифры статистики подобного рода преступлений ужасают. Необходимо отметить, что в данной категории совершаются, к сожалению, тяжкие, особо тяжкие преступления. Это предусмотрено частями третьими статьи 166 изнасилования и статьями 167 Уголовного кодекса. Иные действия сексуального характера. За 9 месяцев текущего года выявлено 84 преступления указанной категории, 32 из которых относятся к категории тяжких, особо тяжких. По уголовным делам в качестве жертв противоправной деятельности проходит 83 ребенка, 30 из которых это малолетние, не достигшие на момент совершения в отношении них противоправных действий 14 лет. По уголовным делам в качестве подозреваемых проходит 67 лиц. Надо понимать, что преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних совершаются как офлайн, так и в онлайн пространстве. В интернете преступники знакомятся с жертвами, начинают общение, дружбу, а после переходят на интимные темы. Так отец 13-летней девочки случайно заданным вопросом раскрыл серьезное преступление и был шокирован происходящему. Просто случайно обнаружили, что у нее есть другая сим-карта. То есть не та, которую мы контролировать могли, а другая. Просто спросил, откуда сим-карта, кто купил, потому что я понимаю, что в Белоруссии только 18-летний человек может приобрести сим-карту, то есть совершеннолетний. Мне стало интересно, кто с моим 13-летним ребенком, совершеннолетний человек, без моего разрешения родиться, общается и покупает сим-карту, с какой целью. Когда я это спросил, у меня ребенок просто упал в истерике на пол и сказал, что за такие действия у нас в Белоруссии человека могут кастрировать. Это говорит ребенок 13-летний. Ребенок нашел в телеграм-канале канал, через который, ну канал такой-то с познакомств, через который с ней познакомился молодой человек, находящийся вообще не в Беларуси, а за границей. Вот, сначала общались вроде бы на нормальные темы, долго, вот, а потом это начали темы более интимного характера, потом это начались уже конкретные инструкции, что делалось. Схема проста. Преступник втирается в доверие, заводит дружбу. Такое безобидное в кавычках общение может длиться месяцами, ведь злоумышленник не сразу раскрывает свои намерения. После чего он просит фото или видео интимного характера, а затем начинает шантажировать и требовать еще материалы. Так жертва сама не понимает, как попало на крючок и круг замкнулся. Если такая ситуация уже произошла и ребенок уже подвергся сексуальному насилию в плане переписки, к примеру, ни в коем случае родитель не должен удалять эту переписку и ограничивать ребенка, скажем так, просто забирать телефон. Потому что ребенок найдет всегда способ, как со своей страницей, с использованием телефона друга, выйти и продолжить эту переписку. Потому что он не считает преступника своим врагом, к сожалению. Родитель, не обращаясь в органы внутренних дел, делает только хуже себе и саму ребенка, потому что противоправная деятельность педофила будет продолжена не только в отношении его ребенка, но и в отношении других детей. К сожалению, особенностью совершения преступления в сети интернет является то, что не один ребенок может стать жертвой преступника, а их может быть от одного до ста детей, к примеру. И это каким-то территориальным делением не ограничивается. Дети могут совершенно случайно стать жертвой, находясь даже на территории Российской Федерации, не говоря уже про территорию всей Республики Беларусь. К сожалению, статистика это подтверждает. Поэтому самое страшное, что может произойти, когда преступления совершаются с интернетом, это когда педофил непосредственно назначает встречу ребенка и впоследствии уже приезжает на, что я говорю, оффлайн-встречу, где совершаются тяжкие, особо тяжкие преступления. Столкнувшись с такой трагедией, большинство детей в силу психологических особенностей даже не до конца понимают, что с ними произошло что-то плохое. Многим страшно или стыдно говорить об этом, но есть определенные признаки в поведении ребенка, которые выдают реальное положение дел. До трех лет и младше дети, они в принципе вообще их личность незрелые, поэтому здесь они не осознают вообще, что с ним происходит. Насильник, он может быть просто как играть, в виде игры все это проделывать. Ребенку это может быть неприятно, но при этом не то что страшно, он там не боится прям этого. И здесь, соответственно, он может что проявляться в поведении? Это какие-то нарушения сна, какие-то соматические проявления, там, удержание мочи, кала. Также может быть снижение памяти, там, внимания, вот уже в этом возрасте. И зачастую в поведении наблюдается то, что ребенок старается избегать этого человека, который проводит такие действия. Что касательно 4-6 лет, здесь уже идет осознавание, понимание. Но здесь больше идет уже такие тоже поведенческие нарушения, в плане, опять же, нарушения психических функций у ребенка. Поведенческие он начинает как-то идти в роль, там, например, могут проигрывать роль животных каких-то, то есть начинает уходить такое. И агрессия проявляется уже в этом возрасте, когда произошлись какие-то насильственные действия. Он может играть с куклами, там, рвать надежду на кукле, отрывать руки, ноги, то есть тоже вот эти действия могут быть. И также, опять же, соматические проявления, это нарушение сна, мочеиспускание, то есть тоже вот такое проявление может быть. Что касательно уже 7-11 лет, здесь больше уже такая деструктузация идет именно поведенческих тоже реакций у ребенка. И понятно, что вот эта эмоциональная, которая есть привязанность, она тоже нарушается. То есть особенно в других случаях, когда это есть родной кто-то, либо это родственник. И здесь также могут происходить вот эти поведенческие отстраненности, избегание контактов со сверстниками, со взрослыми, то есть уже нарушается взаимодействие. На что обратить внимание нужно особенно мамам? Если у девочки появляются жалобы, самые обыкновенные жалобы, появляются боли внизу живота, затруднен акт дефекации, задержка менструального цикла, то есть долго нету месячных, подавленность, плохое настроение. То есть если взять и говорить о том, на что обращать внимание, практически нужно обращать внимание абсолютно на все, даже как ребенок одет. Почему я об этом говорю? Если ребенок был аккуратно и красиво одет, в какой-то промежуток времени он становится более неряшливый, грязный, немытая голова, ногти, под ногтями грязь. Это говорит о том, чаще всего говорит о том, что ребенок, это как у него защитная реакция. Может быть, если я не помылся, и я неприятно пахну, ко мне не будет насильник никаких действий предпринимать. Или наоборот бывает такая, знаете, как бархатная любовь, когда ребенка задапливают, дарят подарки самые дорогие, которые только просит ребенок. И это говорит о том, что на тебе, пожалуйста, все, что ты хочешь, только никому об этом не говори. И вообще-то статистика говорит о том, что дети крайне редко рассказывают об этом. Крайне редко выявляется именно со стороны ребенка. То есть тут главное заметить, что происходит с ребенком. Те же педиатрические условия, может обратить внимание, часто болеющие дети. Ведь бывает, что очень часто не посещают дошкольные учреждения, не посещают учреждения образования. Потому что ребенок, когда часто болеет, у него снижается иммунитет. Иммунитет может снизиться в том случае, когда ребенок находится в постоянном стрессе. Разговаривать с ребенком о вопросах пола, интимных зонах, границах дозволенного и правилах поведения с незнакомыми людьми можно и нужно уже с трех лет. И не уставать повторять эти правила систематически. И возможно в таком случае данных преступлений можно будет избежать. Ирина Левчук, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.